Есть три типа иррациональных мыслей, которые ответственны за наши негативные эмоции. За страх ответственны прогнозы. Что такое прогнозы? Дело в том, что нам нужно обязательно предсказывать будущее. В противном случае мы не будем знать, что нам делать сейчас. Для того, чтобы предсказывать будущее, мы должны опираться на свой прежний опыт. У нас другого просто нет. А что мы запоминаем в своем прежнем опыте? Конечно, мы прежде всего запоминаем негативные события. И вот получается, что мы постоянно из своего прошлого опыта в будущее проецируем негативные ожидания. Это приводит нас в состояние тревоги. Вот для того, чтобы справиться с тревогой, нужно заменять наши знаменитые такие прогнозы на планирование. Планирование – это то, что вы будете делать. Всякий раз, когда вы ловите себя на мысли, что вы куда-то ускакали в будущее и снова себя пугаете, просто спросите себя, что я буду делать? И отвечайте, и действуйте. Есть три типа иррациональных мыслей, которые отвечают за наши негативные переживания. Кроме тревоги, у нас еще есть раздражение, агрессия. Это такое очень, конечно, дискомфортное чувство, хотя мы часто его не замечаем. Мы раздражаемся, а считаем, что все в порядке. Вот в основе нашего раздражения лежит такая иррациональная мысль, которую можно назвать требованием. Мы требуем от других людей, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям, а они не соответствуют, и мы раздражаемся. Мы требуем от жизни, чтобы она соответствовала нашим ожиданиям, но она не такова, как нам хотелось бы. И мы даже от себя что-то требуем постоянно, не справляемся с собственными требованиями и раздражаемся на самих себя. Вот для того, чтобы избежать этого раздражения, которое у вас внутри разрушает, заменяйте требования на принятие. Принимайте других людей, мир и самих себя. Третий тип рациональных мыслей, которые вызывают наши негативные эмоции, это объяснение. Это, наверное, странно прозвучит, но это действительно так. Кроме тревоги, кроме агрессии, мы часто испытываем чувство подавленного настроения, и депрессии, и тоски, и уныния. И всегда за этим нашим унынием стоят объяснения. Мы объясняем себе, почему мир плох, почему другие люди нехорошие, почему у нас что-то не получается. И мы грязнем повисаем в этих бесконечных объяснениях и ходим по замкнутому кругу. Вот замкнутый круг не может приводить к хорошим переживаниям. Конечно, вы будете депрессовать. И вот, чтобы с этим справиться, измените объяснение на фактологию. Не придумывайте истории, почему все так плохо, а просто смотрите на факты. И чем больше фактов вы соберете, тем объективнее будет ваша картина, а настроение лучше. Продолжение следует...